Хочешь, чтобы обложки к твоим трекам выглядели стильно и оригинально? Думаю, я знаю, кого тебе посоветовать. 21 Bastard к твоим услугам, бро. Множество выполненных проектов, работа с именитыми исполнителями, короткие сроки и качественно выполненная работа. Так что обращайся прямо сейчас, ссылка под видео. У вас такие молчаливые, да, будут приветствия? Рукой, привет. Но мне так даже больше по душе Шалом Здравствуйте Как здоровье? Спасибо, хорошо Володя, здоров Да Не поспоришь Когда будет совместной спицей Так есть уже один Сразу с порога Погода вообще классная Погода супер 32 градуса уже В тени Но эту тень надо еще найти Я вот нашел тень В Краснодаре у родственников Вечером в 9 вечера идешь Уже село солнце И у тебя просто стекают Водопады пота по спине И ты не можешь Дышать, потому что больно вдохнуть Очень тепло Очень тепло Да я хорошо сам Как вы, ребят Как продажа книги Пишет Яков Из налоговой Я не знаю, как продажа книги Яков У меня ИП, у меня упрощенка Все налоги выплачены Привет, Александр Ростов Сибири, привет 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 из Киришей А что в Питере последний концерт? Потому что триада больше нет, ребят Осталось два концерта Петербург и Москва и все И прости-прощай Можно фан-встречу в СПБ Да, и она не будет, наверняка Доча в школу идет А что за школа такая Где лето мучится В Новокузнецке не будет Триада Триада не будет нигде Кроме Москвы и Питера Москва 13 октября Питер 19 октября И все Никаких повторных Концертов Дополнительных прощальных туров Мини Скорпиумс Ни Алла Борисовна Пугачева Леха чем заниматься будет? А почему Леха чем будет? То есть чем я буду заниматься Вас не беспокоит Леха также будет писать песни Гео Пика в жизни такой же суровый Да понятия не имею Я его видел Минуту С Гуфом есть амеска Да и про что писать Про Азина В Ростове 6 октября я надеюсь Сейчас вот узнаем Закончится эфир Напишу, уточню Можно купить книгу Да, с автографом Для этого нужно написать Администратору группу Негатив ВКонтакте Солнечный день Очень хочется Туч Безумно скучаю По Петербургу Скоро вернусь домой В Смоленск приеду еще И надеюсь, надеюсь Москва что за площадка Ну вот ВКонтакте Там куча афиш Великое множество афиш Хотелось бы совместку с Крэк Да нет уже Крэка Но есть Фьюз Мне кажется, давно было Надо было сделать Фьюзу-фьюзу Группы Крэк нет уже Это вот как с Триадой Такая же история Такую мы при этом Сказали всем Что Триады нет А Фьюз решил Промолчать С Паску привет На рыбалку ездил Да Ездил на щуку Очень жарко Там Шасов до десяти Что-то ловилось Ну Трехкилограммовую Всего три взял Одна из них Трехкилограммовая Ну Очень конечно Изматывает Летняя рыбалка Так и не понял Ты сейчас Где? Я в Краснодаре Сейчас На балконе Если конкретнее На кресле На балконе Если еще конкретнее Кресло жду Знаешь Такая Кресло груша Салам Брат Западному Казахстану Привет Привет Почему Триады Не будет больше Виктория Дорогая моя Можно вот прям Потом открыть Ты же подписан На инстаграм Судя по всему Промотать И там есть прям Большая новость Называется Про щитряд Там все расписано Вообще Трехкауку Не вести Килограммовую Ой да Зная Зная Потом приезжаешь И говорит Блин Чувак Вот не повезло Не повезло Не сезон Не сезон Вчера ребята Ловили Вот И ты уедешь Будут ловиться Щука В сентябре Начнет хватать Все подряд Но это зависит Еще от местности Ну я прям Уже сто лет Не попадал Ну не сто лет Но года два Не попадал На Эльдорадо Чтоб прям Аж рука болела Хочется конечно Здравствуйте Мару Маруся Якутску привет Кашири привет А концерт в красе Будет Сольный Будет До 5 Октября Здесь Прощальный Был Два дня Причем Было 21 до 2 июня Яночка В темрике Выбили рыбу Яночка Вы просто Не в курсе Там Закончилась Она уже Там ребята С этими Или сетями Сеть Сетями Да Так все Прошлудили Что все Рыба В темрике Это миф А на Камчатку Хорошо Я бы дал Я бы дал Брат Спасибо за приглашение Ты в курсе Да сколько летом Билеты стоят На Камчатку Стареешь Мужик Почему то именно Мужики переживают Что я старею Там плохо выгляжу Странно 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 Ребят Приезжай На рыбалку В станицу Брюховецкую А кто там ловится Что там есть Будет ли треки От тебя Брат Андер Брат Андер Андер Салам Из города Алматы Великолепный город Невероятно Красивый Салам Большой Алматы Я скучаю Тоже Страна Огромная В Владивосток Скорее всего В ноябре Ан 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 Тогда Уже Ан 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 Уже Как В В Якуск Вот я Не знаю Когда В Привет 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 Тебе Здорово Были Из Анапы И Камчатки Что Будут Дуэты Конечно Без Дуэтов Никуда Вот Стрио сложнее а дуэты будут какие не знаю ну вот 100 тысяч видишь но таймыр так ты меня звали я все воды я даже вспомнил в салихард салихарде есть хорошие варианты по щуке но летом билеты туда стоит туда летает два самолета в год и туда билеты стоят таких космических денег что просто с ума сойди вторая книга русского автора очень зря спасибо конечно но невероятно много гениальных русских авторов есть зря вы так мало читаете русского волгограде но не знаю не знаю насчет волгограда мэкс пейн германии проедешь надеюсь надеюсь что приеду я я кто думаешь я не знаю я не разбираюсь вообще но я смотрю конечно чемпионат по футболу смотрю конечно ну я думал допустим что англия выиграет хорватию но к сожалению так думали и англичане и хорваты их поймали на расслабоне можно конечно бы сказать что теперь хорваты выигрывают и французов но французы то видели уже эту историю до самоотношений с англией хорватии и французов прям сильная сборная прям хорошая прям и по всем флангам и защитой атакой и середина поля все круто у них хорваты на характере когда снимешь свой фильм не знаю вот я сейчас пишу роман написал третью часть 4 главы это очень сильно утомляет на главу уходит где-то два-три дня на написание и ощущение что ты просто не знаю все с 8 утра до 8 вечера решаешь задачи по математике со звездочкой очень сильно остаешь потом пару дней ничего не можешь не делать не думать ни о чем французы на скорости дублин и стерлинг быстрый был так-то и хоррикейн был быстрый толку то золото любишь носить не не люблю необычная но не современная прям необычная день из но смотря что те нравится есть такие с двойным дном кэш книги допустим убедит дам его бывают и обычные на очень крутые стендаль красная и черная в ней тоже есть необыченко и она в отличие от нового читается на одном дыхании про кино про кино про кино пока все спутно точно буду сниматься в новом сезоне реальных пацанов ну там прям такое наверно один съемочный день и все а потом посмотрим пока нет не проб ничего если запустится проект патриот на тнт там у меня прямо ролец тогда будет много съемок и будет круто современных авторов я не поклонник вообще современную литературу частоте добрые удовольствия утром программа помо ска большая будет программа все альбомы С противоядием до наших дум. Переверни камеру. Вот так? Так удобней? Захар Прилепин, современный автор. Ну, я знаю, да. Я не читал ничего из Прилепина, ну, и не могу, как бы, обсуждать, соответственно. Мне кажется, неправильная позиция, не читал, но осуждаю. Я же на балконе, квартирном, коммунальная практически квартира, люди ходят туда-сюда. Абинску привет. Вот, из современных такое, ну, я не знаю, все, что называют... В какой-то серьезной литературе почему-то, по факту, получается редкой дрянью прям. Мне понравился Марсианин, мне понравился Пассажир Гранжа. Ну, то есть, это такая хорошая, неглупая развлекуха. А все, что с претензией, типа, на современную классику, там, либо на постмодерн, какие-то модные штуки прям. О, мамашку, привет. Обычно, по факту, редкая дрянь. Так вот, если книгу допишу, она, единственное, получается, что она-таки большой. Вряд ли из этого можно состряпать полный метр. А вот какой-нибудь сериал можно, можно, скорее всего. Посмотрим. Надо сначала дописать. В Питере живу, да, в Питере живу. Творчество 25-17. Качественно, хорошо, но я не могу сказать, что мне оно близко. Насчет тура по Украине не сегодня. Очень неспокойно, будет очень неприятно, если меня развернут. Ни за что, не просто на границе, а такое бывает сплошь и рядом. Очень скучаю, безумно люблю Одессу. Один из самых красивейших городов на земле – это Киев. Очень нравится душевностью своей и красотой Харьков. Но я понимаю, что объективно не могу. Пока туда поехать. В Челябинск когда? Осенью этой, возможно. Аниме привет. Ну и Львов. Львив тоже невероятный город. Со своим характером. Читай город. Ну там можно же по Вазе посмотреть. Я не могу сказать, где есть в городе книга. Либо заказать, как отношусь к марихуане. Плохо отношусь. Это все миф, что трава не наркотик. Еще какой наркотик. Иначе бы люди не превращались в зомби с дредами за плечами. Иначе бы они не скатывались куда-то еще, когда им надоедает или не хватает травы. Самый обычный наркотик. Как книга называется? Привет новеньким. Сологический суд называется книга. Важные книги. Важные книги. Евгений Онегин. Илиада. Шагреневая кожа. Отверженная. Униженная. Оскорбленная Достоевского. Триада нет. Триада не будет в Украине. Триада будет в Москве и в Петербурге. И больше ее не будет ни где. Игорек, слушай, мне самому жаль. Самому жаль, брат мой, петербуржец. Жаль, но тут ничего не поделать. О, юбилейниц с юбилейного привет. Я тоже на юбилейном, так что привет с юбилейного юбилейного. Чем тогда расслабляешься алкоголем? Пью иногда вино и пью иногда крик бельгийский, но он не расслабляет. Алкоголь вообще не может расслабляться. Это миф. Но он может усиливать ощущения. Если грустно, тебе будет грустнее. Весело, будет веселее. Но он не расслабляет. Расслабление, либо напряг, это внутри человека. Прощает ряда лучше. Леха чем занимается? Пишет песни Леха. Чем мы все занимаемся? Мы все, в смысле, я и Леха. Почему героя книги зовут Алексей? Хороший вопрос. Ну, потому что Алексей Галкин, который Леха, он же Дина, не прототип героя книги. Но имя я позаимствовал, позволил себе. Мне казалось, что это прикольно. И Лехе будет приятно. Совместных вообще не будет концертов. Да, да сколько раз повторять, ребят. В Новосибирске, не знаю, осенью, возможно. Если не секрет, то инициатор распада отряда. Как принято говорить в таких случаях, это общее решение. Пьешь чай, повар? Не, мне не нравятся все китайские чаи. Ни один не понравился. Мне не нравится все вот эта вот церемония, которая все усложняет. Ты, типа, поклоняешься чаю. Ты настолько неправильным. Это же такое. Есть важные вещи, есть духовные вещи. Есть чай, кофе, вода, еда. Перекусил и пошел. По той же причине я, наверное, не очень понимаю веганов. Да, путь Абая, я что-то начинал читать, мне не зашло. Книга известная. Говорят, что неплохая, но это все такое, очень условно. На совместный трек. Слушай, ну чему можно поклоняться? Ну если ты верующий, ну Богу разумеется. Если нет, есть материально-нравственные ценности, есть счастье, да, там есть смысл жизни. А ни чай, ни еда, ни вода, ни туалет, ни бытовуха. Представь, если бы ты перекусить яичницы и пойти куда-то по делам, ты бы из этого устраивал целый процесс трехчасового поглощения яичницы в специальных тарелочках, что-то еще. Ну это глупость откровенная. Тоже, тем же самым мне и непонятны веганы, какие бы у них там ни были идеалистические. Да, там, в подложке нельзя в принципе так много уделять времени и внимания еде. То есть, вместо того, чтобы заниматься какими-то важными делами, я не думаю так, а что вот здесь сегодня поесть, чтобы вот не съесть молока там, чтобы наесться, чтобы перемолоть там этих орехов с фруктами. Оно того не стоит, это же такая штука, на которую вообще не стоит обращать внимания. Да, я верю, я православный. Общаемся с кастой, ну когда видимся. Видимся не часто. Биографии писателей знаменитых? Постольку, поскольку. Как правило, биография и судьба человека, который пишет книги, даже великие книги, никак не связаны с тем, что он пишет. Есть люди с великими биографиями, а есть люди, написавшие великие книги, полотна, произведения музыкальные. Это совсем разные люди. Иногда это совпадает, но это как подтверждение того самого правила, что в каждом правиле есть исключение. Как исключение есть правило. В Успенке был давно, хочу на следующей неделе поехать. На пару дней. Любимое кино хорошее. Крыму от сибирских. Винрост. Обжарщики, да, пацаны? А где вы в Крыму? Я вот буду в Крыму, зайду, попью. В Украине пока не буду, к сожалению. Нет, с Диной не приедем в Казань. Мы никуда не приедем, кроме Москвы и Питера, ребят. Все, вот, ну не будет самых-самых-самых последних туров, самых прощальных. Вот будет два концерта и все. Да, будут разные песни со всех альбомов на последних концертах Триады. В Минске, я так думаю, что буду следующей весной. Атмосфера на Версусе, ну такая своеобразная, конечно. В Краснодаре. Но я сейчас в Краснодаре. И вот я сейчас в Краснодаре и понимаю, что в очередной раз, в третий, наверное. Что не планирую возвращаться сюда. Ой, я, знаешь, столько слышал этих историй, что ты не пил хороший чай. Этот чай, это неправильно. Сейчас мы заварим правильный чай, заварим его правильно, и тебе будет вкусно. Нет, это вранье. Это просто не моя история. Я раз 30, наверное, попадал на все вот эти вот церемонии с тем, что то был не тот чай, не так заварен. Сейчас мы заварим правильно. Нет. Нет, я не знаком с AirBitClub. Здравствуйте, конечно, сам пишу. Обделять все равно нехорошо. Ну вот, чтобы не скатываться вот в эти вот прощальные туры, самые-самые-самые, честные, последний раз. Почему Краснодар не нравится? Потому что он вырос по населению в два раза за последние 7 лет. Он перенаселен, он стал в пробках, он испорчен, изгажен некрасивыми, однотипными застройками. В половине случаев просто недостроенные, да, там долгострои стоят с пустыми глазницами окон. Потому что менталитет из-за большого количества приезжих очень сильно поменялся в плохую сторону. Поэтому и не нравится. К Гуфу как-то на дырни как не отношусь. В Питере погода комфортнее, но это сейчас. В ноябре и феврале там очень, конечно, классно. Кутузов, Денис. О, ничего себе. Привет, Дэн. В понедельник, да, я и так планировал на море. Но я туда, в сторону Джубги. Ну, можешь подхватить меня. Там ветра просто будут. Мне кажется, можем обломаться. А так я задвижуху. Пиши в WhatsApp. В ЕКБ в Тагилу не зовут. Буду, судя по всему, ну, в Тагиле вряд ли. В ЕКБ буду осенью, в сентябре. Сегодня Лепестку 315 лет. Не чаюсь и поздравляю. Спасибо за прекрасную лесть, Саня. На Версусе ждать. Ну, так, посудитесь и так. Ну, зато он завтра даже рожа, блин. А в Казань-то когда? В Казань либо осенью, либо весной. Если вы про негатива, если про триаду, то старая добрая никогда. В Перму осенью. Выпиваю. Выпиваю ли я? Вашкирии салам. Выпиваю иногда вино сухое, иногда грик. Я за красное итальянское и за белое французское. Вдруг вам интересно. В Казахстан не было, пока не планируем. На чем езжу? Нет, совместных с 2517 не ждать. Езжу на Тойоте. На Аурисе. Харьков очень ждет. Да я говорю, я тоже скучаю. Ну, пока нет возможности приехать в Харьков, в Киев, в Одессу. Во-Львов. Привет, Джон Соколов. Пролистай вот так вот вниз фоточки, там есть фотка с Лешей. И там прям большой пост, там все расписано. Никаких разногласий нет у меня с Лешей. Так сложилось. Плаху дочитал. Плаху не понравилось мне. Нижний Новгород, когда в этом концертном сезоне. Вино и Крик пив. Крик это бельгийское пиво вишневое. Если вам попадется Кастл Руш, это темное вишневое пиво. Густое. Охладите его до градусов трех-четырех. Пейте не спеша, и будет вам удовольствие. Крик. Если Леха вызовет тебя на батл, пойдешь? Да даже если не Леха вызовет на батл, не пойду, конечно. Это вообще очень грязно было. Можно было убедиться на примере батла между Птахой и Лешей. Зачем выносить ссоры за збы? Зачем... Даже если когда-то в далеком прошлом вы были друзьями, выяснять отношения вот так прилюдно. Просто потому что заплатили вам деньги. Это, мне кажется, очень некрасиво и безнравственно. Ну, здесь дело личное. Каждого это моя позиция. У Леши и Давида другая. Но я точно не пойду. Мне кажется, не существует такого бабла. И нет такого бабла, за которое можно было бы купить моющее средство, чтобы потом отмыть свою совесть после такой бежухи. Жизнь хорошо. Белийский привет. Леха ведь ни при чем. А я при чем, что ли? Я вообще ни при чем. Его вызвали ведь. Ну, блин, ну и что теперь? Ну, в смысле его вызвал? Он не мог отказаться? Что бы случилось? Угрожали его сыну расправой или что? Вызвали, откажись. Хайп, это ажиотаж. Это слово очень старое. Русское. Хотя, ажиотаж, наверное, французское. Новые треки. Да, альбом уже написан, он записывается. Я думаю, что осенью будем публиковать. Сейчас все равно все на морях спят. Планы на будущее в фоне творчества альбом. В октябре альбом. Ой. А можно не про политику? Помню. Да, от сигареты давно. Джек Лондон. Джек Лондон, это не Прилепин, не Айтматов и не Пелевин. Джек Лондон, это классик. Такая своеобразная, конечно. Джек Лондон очень крут. Я в красе, да? Не, не буха. Вот в Питер с югов, наоборот, очень мудро поехать было. Летом. Но это мое первое лето, когда я уехал из Петербурга куда-то. И теперь буду знать, что лучше так не делать. Кушки или собаки? Ну, я кошатник. Я за кошек. Борэк зэс, Эдгард Джам. Как ты? Я хорошо, только жарко. Я в Краснодаре. Здравствуйте, здравствуйте. Ты в Москве, там у вас ничего в Москве, да? Прохладно там, двадцатка, что-то комфортно. Привет, привет, всем привет. Ну, в Москве тоже жара, брат, чтобы ты понимал. Вчера было 39 в Кене в Краснодаре. 39. Поэтому жара такая, конечно, условно. В Питере тоже жалуются на жару, но там такая жара. В Питере, да, гораздо комфортнее, чем в Краснодаре в это время года. Новый альбом ждем. Новый альбом в октябре, ребятушки. Только что ж говорил, вот, недавно же. 27 сейчас у нас. В Москве, блин, тяжеловато, конечно, 27. Тут 32 сейчас. В тени. Тут проблема, что тень еще пойди найди. В СПБ 28. Ну, 28 это не 39, как бы не поймете. Ну, Ростов рядышком, да, под боком. Тоже страдали там, я знаю. Концерт в Москве когда, 13 октября. Площадь своего Ростовеля. Не знаю даже, что сказать вам. На море надо, да, в понедельник поеду. Почему люди так часто и много говорят о погоде? Думал об этом? Нет, не думал об этом. Где это хорошее, можно и подумать. Тонг собираюсь, да, в сентябре. Я куску привет. Сильный град был, ну, в крае был. В Краснодаре не было града. В Владивостоке, я надеюсь, что в ноябре. Вообще не материшься. Ну, бывает иногда. Крайне редко, слава богу. Парк Дракена, ого, Илья, ты вспомнил, да. Да, Эдгар, хорошо, в августе буду, в августе буду. Майк, ну тебе попьем чайку. В Грузии был в детстве. Все времена прекрасны. Зиму не люблю, наверное. Да, и она хороша. Ладно. Прости меня. Многое. В Ростове? Да, я надеюсь, 6 октября будет концерт. В Ростове. Здравствуйте, уважаемые, здравствуйте. В Мурманске хочется и колется. Он на отшибе немного находится. Трансформеры пришли. По гремушку, да, около месяца курю по гремушку. О проекте песни, что думаю? Да, как и о всех других проектах. Подобного рода. Ну, такое, не знаю. Мне кажется, вчерашний день. Провинциальные городки зовут выступать, зовут выступать. 25-17 не планируется. Да я не вейплю, это Айкос. Можешь загуглить, что это такая. За дрянь. В Казахстане, надеюсь, надеюсь. В Новоочеке. Мы давно уже были в Новоочеке. Кстати, хороший был концерт, душевный. Такой, свойский прям, семейный. Много кофе пьешь, да. С Гошей Матарадзе. Ну, так, да, иногда переписываемся. Откуришь вообще сигареты? Не, не курю. Не нравится, не вкусно. Ну, я и вейпил, да, было дело. Красноярск, да, что такое, не знаю пока. Даже Томска Новосиб пободрее. Сгрот уже есть. Хватит. Раньше курил, да. По две пачки в день раньше курил. Ну, так не пей тогда. Да, я вообще засыпаю вот так вот. После кофе. И голова не болит. Как бросил, да перешел на вейп, потом на айкос. Не бросил, это не считается бросил. Как тебе, Мияги Иншпиль? Ну, очень музыкально и очень глупо. О ком речь в треке с Гуфом? Это секрет. Жду с Баста или с Моке совместно? Ну, жди, жди. Вообще, не, вообще не планирую. Антон, привет. Нравится флоу. Крипло. Крипло, крипло. Нравился, да, лет 8 назад. Тогда это было в диковинку. Был в диковинку. Теперь надо ело. Где порыбачить в Астрахани и когда? Там что-то тоже плохо стало. Там браконьеры и... Туристы убили вообще и Волгу, и Раскаты. На гитаре играешь? Не, не играю. Саламуфи. Большое саламуфи. Хорус. Хорус хорошо. Ой, матранка, да вообще, не знаю. Ну, я в смысле знаю многих людей, которые ему нравятся. Хорус хорошо, но поэзия это эмоции и чувства. А хорус, мне кажется, слишком умный для поэзии. Бывает и так, представьте. Отел, вот, прикольно. Прикольно. Ну, как-то, мне кажется, тоже он немножко зациклился, да, немножко. Вина Таев, куда люди ездят, не знаю. Посмотрим, попробую вот сгонять в начале августа. Фьюзо альбом уже послушал? Новый? Нет. Я боюсь, что, наверное, не послушаю. С новой школы? Да, не знаю даже. Ну, из МС. А я был у Мадюкина на Лимонах. Неплохо, кстати, отловились. В Казахстане, не знаю, не знаю. Всех с наступающим днем Металлурга. В этом году, не знаю, вообще, конечно, хотелось бы. Карандаш, как? Как будто пишите, знаете, музыкальному критику. Я очень мало слушаю, я ознакомительно слушаю русскую музыку. Но мало и не всегда. В Украину, как все уляжется. Гастроли есть, спасибо. Сейчас летом так пока, перекур. А сентябрь, октябрь, ноябрь прям плотно забивается. Нет, скидок, но не планировал дописать. Бранда МС и Норвег, ребят. Ну, это классика хип-хопа, да. Фраза-тема такая. Тема такая. Специфическая. Васька знает места, Васька знает методики. У Васьки очень крутая техника и понимание водоема. Васька крутой. Ну и топулов кости, конечно, тоже. Маэстро. В Газгольдер звали давным-давно, лет, наверное, 8 назад, когда еще Жора там работал. Звали. И слава богу, мы не пошли. Вова, спасибо вам за дедю Паша. Да всегда, пожалуйста. Блин, она будет сегодня или завтра записать weekly. Что-то не могу придумать новость. Новость не могу придумать. Сегодня у меня Серега, который такой, ну, простой хороший парень. А почему? А скажи мне, а где сейчас Лавецкий? Где ТГК? К-47 где сейчас? В Берд взлетела карьера их? Так тебе просто, ну, вопрос. Поразмышляй, подумай, прикинь. В Тбилисскую, не знаю даже. В Самаре будет концерт. Ну, когда-то будет. Когда-то будет. Весной, возможно. Следующий. Что, ребятушки, давайте. Кофе уже допит. Становится жарче и жарче на балконе с каждой минуты. Мне уже пора идти. Обнялся. Пока-пока. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok